Все мы помним время беззаботных игр, каникул, помним счастливые мгновения, подаренные нам родными. Настал наш час дарить прекрасные воспоминания своим детям. Стоп, стоп, Алина. Ты совсем недавно стала взрослой, а уже говоришь, как, не знаю, пенсионерка. Ну вообще-то внешность обманчива, и вообще, это говорит мне человек с бинтом на руке, а что, опять устроил катание на великах по щебенке? Ах, да, по всей видимости, я недалеко ушел от детства. Знаешь, захотелось вновь вспомнить беззаботные времена, что там еще. Ах, нет, кстати, вообще, как появился День защиты детей? Давай посмотрим. День защиты детей – один из старейших международных советских праздников. Идея отмечать его появилась почти два века назад. В 1857 году американский пастор, так называется глава христианской общины в протестантизме, Чарльз Леонард впервые провел в Массачусетсе службу для детей. В те времена к детям относились как к маленьким взрослым, которые должны как можно раньше начать трудиться и приносить пользу обществу. Ребята из бедных семей начинали работать, а в 15-16 лет уже могли создавать семьи. Однако не все взрослые одобряли такой порядок вещей. Так день своего приезда Леонард назвал Днем Розы, затем его переименовали в Цветочное Воскресенье. И, наконец, в День Защиты Детей. Привычная россиянам дата Дня Защиты Детей появилась в 1950 году благодаря прокоммунистической организации Международной Демократической Федерации Женщин. В этом году праздник выпал на субботу, и по традиции в этот день 1 июня в нашем городе будет много различных увлекательных программ. Начнем с основной площадки этого праздника – историко-архитектурный комплекс «Усолье-Строгановское». На сцене Соборной площади пройдут два крупных события. В 12.00 выступит Ижевский муниципальный камерный хор и учащийся детской музыкальной школой имени Чайковского. А с 13.30 гостей ждет концертная программа «Детство – это я и ты» с участием вокальных ансамблей и хоровых коллективов из Ижевска, Перми, Березняков, Соликамска, Чердыни, Краснорильширска и других городов. Ух ты! А финальным аккордом события станет то, что все вышеперечисленные коллективы исполнят знаменитые для всех песни. «Детство – крылатые качели и прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко». Напомню, концерт продлится до 17.00. Да, тем временем здесь же в «Усолье-Строгановском» для детей и взрослых пройдут мастер-классы по рукоделью, рисованию и лепке из глины. Будут работать ростовые куклы и фотозона. Слушай, давай расскажем и о других мероприятиях в эти выходные. 2 июня в 11 часов дня у городского стадиона стартует велопарад. Событие пройдет в поддержку Единого дня велопарадов России. Бесплатный прокат велосипедов, велошлемов и защиты более с 10.00 у места старта. Важно, участник, не достигший совершеннолетия, должен быть с сопровождением родителя или тренера. Все участники велопарада получат памятные призы, а самые активные будут награждены по номинациям. Самый оригинальный велосипед, самый оригинальный участник, леди на велосипеде, семейный тандем, самый возрастной участник и самый юный велосипедист на двухколесном велосипеде без дополнительных колес. На Дима поучаствовать для себя не получится, а вот развлекательная программа, которая пройдет в парке в 15.00, точно для себя. Развлекательная сказка, шоу дрессированных животных и многое другое. Уверена, что будет интересно не только детям, но и взрослым. Обязательно, ведь все мы в душе немного дети. Афишу для вас подготовили Алина Дудина, Дмитрий Асташкин, Кирилл Яранцев. Наши новости.